так клетка вот этот хорошо продолжаем здесь давайте посмотрим чем там японии занимается почему какие-то есть подчувствия такие очень странные есть подозрения что может что-то произойти так рабочего сюда нет хорошо варшава выросло супер то что вышла варшава от меня радует ставим временно сюда работать рост за 7 ходов меня устраивает можно ли играть за украину нет бей негра араба евреева слава речи посполитой требует миндоса так-то да надо по араб давно уже инвесторы и великого генерала насчет великого генерала еще интересно что у нас там где у нас опытом еще одну такую войну нужно провести победоносную тогда генерал будет вернем назад наши исследования пока в принципе план такой да это сможет еще план на игру способ победы способ победы научный скорее всего делаем дорогу сюда в краков раз-два-три-четыре-пять-шесть тайлов ну нормально жить с этим можно чё у нас там японии не собирается никого захватывать давайте глянем на графике солдатам и на седьмом месте по земле на третьем доходу по основе по популяции общечки не на паскал лучше всего посмотрите у него самый лучший популяции 13 плюс 8 это 21 а у нас здесь тоже 21 я чуть не понял как так вообще ладно научно ты не умеешь шуткануть а умеешь шуткануть гританом а почему шуткануть то в чем шутка вообще те кажется это смешным лишь туда секунду еще отвлечься придется тарас бульба нас нет а при чем здесь тарас бульба статуя зевца вот и построена у это очень плохо статуя зевца это чудо которое позволяет создавать более уверенно брать города итак у кого лучше всех армия у японца 1200 у нас 220 окей я бы не хотел воевать с японцем в таком составе ну ладно в принципе то конечно воюют они фигово другое дело что могут количеством взять тем более статуи зевца это печаль надеюсь дайс не против что мы тут ссылки спамим гритман за здание не против конечно это ваше дело чего хотите то и делаете вообще как бы я о 7 ходов значит за 3 хода чистим лес нужно ли бараки делать вот чем вопрос по идее можно было бараки сделать ну ладно нужен ли нам лучник еще один мы потратили уже половину нужен конечно добрый ночи ракуйте сударь грит лиц да есть такое ракуем потихонечку сегодня мы ракуем я тоже дорогу построил всего четыре тайла но если вдруг на нас внезапно вот этот тип нападет но пока нейтрален чем торговать можем их ресурсов нету никаких вот в этом моде про который я говорил который называется enhanced user интерфейс то есть улучшенный польский интерфейс здесь добавляются такие фишечки как возможность видеть сразу на ресурсы которыми торгуют государство чем можно торговать нам пока сейчас нечем торговать сожалению у нас ресурсов двойном объеме никаких нету совершенно можно было бы еще один джемчик взять я думаю так и сделаю красная рабочий лук сюда надо и сюда две рабочих лодки правда у нас здесь очень забита очередь производством японцы очень хитрые у них ослабление войска при неполном хп нету они в полную силу бьют и при одном хп играет миксер это да расскажи играл ли я в дивините оригиналов син нет не играл о разве что вы знаете как это на чужих стримах да на ютюбе это сингл на это сингл о полинезийский скаут может мне религию свою принесешь не знаю хотя бы для разнообразия вряд ли он конечно сможет такое сделать но хотелось бы очень очень хотелось бы так у нас теология следующая по плану какой сложности играем я играю на сложности которая называется о следующее яра это круто что мы социальную политику получаем еще одну через семь ходов нужен ли нам республику или нам нужно репрезентейшн репрезентейшн по идее очень хорошая вещь а потом решим республику брать или меритократию да и золотой век получим тут же у нас кстати золотой век через три хода все равно ну ладно но это нужно раньше всего взять по идее видите уже пять ходов вместо семьи сразу же бонус я для баланса сделала японцам командный юнит говорит мендоса приничтожение которого все остальные делают хракири знаете как у тау в вархаммере у них там есть так называемые ферролы которые дают лидерство но когда умирают они мораль всем заставляют проваливать точнее говоря проверку на провал морали поехали дорогу создавать отличился видимо пройдем здесь тихонечку посмотрим что происходит кто с кем воюет непонятно чё японии делает в общем золотой век десять ходов окей какой тайл мы открыли холм нормально рост улодцы через один ход правильно работает тайл и вроде правильная кто-то требует джемсы то есть камушки и конечно можно здесь получить поставить например город где-то даже не знаю где здесь такие места классные кругом камни 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 бриллиантики лучше друзья женщин говорят нас мастер да го в культурную ну быстрее же говорит мастер фантарес нет не правда не правда не верю четырнадцать а у нас десять тут тоже рост у нас так чё с цирком цирк у нас через пять ходов будет доступен для строительства нужно цирк сделать там где есть лошади здесь в этом городе потому что это бесплатно даст два счастья два счастья это хорошо и и мая и по и на пуке очень тяжело найти друзей в этом мире говорит он я бы хотел сделать публичное заявление о дружбе информируя все другим перед том что у нас наших людей связывает дружба что думаешь на эту тему ну да давайте я согласен вообще отличнейшая тема я бы рекомендовал чтобы ты не становился слишком близок с полинезией если так произойдет то у нас может начаться некоторые взаимоотношения проблемы в взаимоотношениях но я очень извиняюсь однако надеюсь это не вызовет никаких между нами невыдопониманий да будем пока что с ними вежливыми а то ребята самые сильные плюс один отлично куда мы выросли сюда можно конечно гранеры за пять ходов а можно вот так вот и потом обработать эту клетку за семь ходов семь двенадцать пять девять атака рост за одиннадцать ходов так за девять да рост конечно приоритетом всегда голый мускулистый парень хочет с тобой дружить говорит во флейм а вы помните в предыдущей игре которая у нас была когда мы за Америку воевали мы захватили гонолулу и переименовали его гомолулу возможно что-то припоминает с тех времен и хочет большой мужской дружбы друг с другом что-то хитрец так пять ходов долго конечно ну да ладно еще один лучник готов давайте его сюда пока поставим корабль вот отлично куда мы можем его отправить из лодзов Кобенгаген супер здесь тоже рост и где мы будем работать вот вопрос библиотека за пять ходов или библиотека за десять ходов конечно за пять нет пора библиотеку уже доделать я вот хочу это железо очень тогда мы могли бы быстрее работать у нас очень мало тайлов где заработать здесь производство есть город с крайне низким производством два и четыре вот так вот смотрите задерживает нашу великую библиотеку национальный колледж конечно же Хагн София великий пророк за шестнадцать ходов как думаете а тема же я над этим очень серьезно думаю на самом деле это крайне такой вариант нет нам Хагн София не нужна наша своя религия нам тоже не нужна с религиями в мире очень большая проблема проблема в том что самые вкусные вещи такие как пагоды где там у нас мозг и монастыри кафедрала еще собора кстати не взяты по идее мы могли бы построить за шестнадцать ходов если за шестнадцать ходов никто храмы не вот эти вот соборы не возьмет кафедрала то мы могли бы их строить но это очень такая вещь скользкая потому что это драмы поэзии это из классической эры да это все таки еще наши чудеса которые мы строить сможем довольно быстро надо подумать на эту тему висячи сады уже построены тоже печаль вообще за нас храм Артемиды есть что еще великую стену кто-то построил Петру построили колосс построили да все построено уже до нас это меня печалит даже чеченицу построили пожалуй просто через теологию мало кто идет поэтому до сих пор вот этих вот чудес света а нет вот этот great mosque тоже построен и и Брабадур видимо а не вот этот можно только в священном городе построить у нас нет священного города вот поэтому нельзя строить ясно маяк да построен в Гамалулу его построили полинезийцы будешь строить ОБЧР когда-нибудь наверное не знаю ммм 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 слезкользко посыпь песочком критов флейм ладно забьем мы на чудес света нам нужны наши чудеса в этот Нессон колледж как можно быстрее через пять ходов поэтому строить что-то другое я не буду все города мы распределили где будут работать следующий ход когда медленно идут потому что я долго думаю я пытаюсь стратегически важное решение принимать а не просто так вот первопопавшийся там еще в голову придет повышаем нашу науку золотишко получили все супер надеюсь это кстати поднимет наши отношения с ребятами в Копенгагене и они не будут нас захватывать пожалуйста да не хотелось бы чтобы нас захватили сколько там три хода через три хода у нас будет новый ресурс роскоши это хорошо но у нас будет все равно проблема с довольством граждан они будут очень недовольны всем надо вот сюда расширяться скоро мы туда расширяться будем нет не скоро сюда мы за два хода вырастим а потом наверное куда-то сюда и сюда пойдет расширение почему-то у меня такое чувство а не сюда и сюда больше не может в космос говорит Слава больше может аннигилировать по бичерами не факт купить библиотеку уже нет четыре хода всего а покупка библиотеки требует 400 я не могу купить ее но полинезия кого-то там осуждает так все часа построены да построены как на софии конечно манит и манит так вот прям зараза так что у нас тут творится мечник есть почему-то на тимбукту они не нападают может они на какой-то город государства еще нацеливаются мало же им я вижу мало они еще хотят больше 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 всего всего к век сити и дания теперь союзники ну ладно к век сити у нас рост дает да это хорошо для дании это очень хорошо для них так пока все по плану да а вот и наши маленькие замечательные цирки кто нас вырос выросла варшала выросла на нас этот тайл который честно говоря не особо крут оставим сюда тоже на рост за 7 ходов так бы конечно мы сделали бы у нас вместо 16 19 продакшена и вот рамил за 1 ход а знаете 1 ход на этом тайле посижу 1 ход пшеница это хорошо ее нужно улучшить еще у нас тут готова плантация наконец потому что нужно дорогу с этой стороны доделывать мы денежек получим для тех через 2 хода улучшить никак производство здесь в принципе невозможно это печально синоптик говорит а это не синглы как жить дальше не знаю харакири сделай вот японцы тут тоже намекают как говорят сделай харакири а открытой границы хочет ты знаешь не в этой жизни не 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 только 6 6 ход однако быстро говорит ванзес в смысле быстро ты как бы подкалываешь это типа такой троллинг у нас плюс 9 части пока что видимо вот это не нужно и это дает нам счастье только за те города которые соединены с столицей лучше продакшн пока что открыть потом возьмем меритокрасе вот это тем временем коллектив руль нам нужен очень коллективное управление коллективный руль очень хорошая вещь рекомендую отличную управляемость все замечательно война без особых последствий пошла но если бы я захватил например гау это было бы лучше очень быстро будет расти город около 3 рыб плюс с маяком 3 рыб это вот здесь вот с маяком ну так то да вот здесь можно поставить город воткнуть сюда только единственная проблема это пустыня кроме 3 рыб здесь больше ничего нету просто вообще ничего нет это не троллинг только немного сарказм говорит ванзес ну ладно хорошо договорились к тебе идет Дания пока я одного только копейщика вижу сейчас будет достроена дорога я свои войска смогу быстро перебрасывать всем привет говорит отрана подскажи пожалуйста как тут увидеть список подписок я откуда знаю вообще лучше на искадов ТВ зайди там вон есть отличная подписочка специальная такая пекарьская Дания у тебя на границе что-то концентрируется но я не удивлюсь если она нападет на меня конечно композит боуман нет стены пожалуйста стены мне запилите а может быть даже их придется купить вот в чем проблема на следующий ход я могу стену купить посмотрим если будет Дания здесь концентрироваться она сразу не нападет безусловно кстати это что за дорога такая какая-то опасная дорога тут вообще во во дорога полегче ты что делаешь здесь в болоте ладно окей рабочего сюда где войска Японии я не понимаю она куда-то марширует или что ванзес говорит у меня сосед в доту играет орет как даун ну бывает с ним такого ты какого черта ты не захватил говорит он ну не знаю жду когда устареет мои длинные луки как раз к тому времени все будет нам к машинере потом нужно будет пойти после эдюкейшена или через металл кастинг потому что металл кастинг очень очень классная штука ладно пока так потом посмотрим слишком мирно вам не кажется слишком все хорошо стонворкс за один ход то мы ничего не сделаем конечно ну ладно стонворкс начнем делать потом сразу же переключимся на национальный колледж тут же он будет от нас сколько там семь ходов требует силу это хорошо здесь мы построили я как я собирался переключаюсь на рост тут же да нет я сказал вообще варежку закрой что-то разорался открытой границы ему подавай вам только открытой границы дай сразу же оттяпайте город какой-нибудь что так рабочий рабочий строит дорогу инвесторы и отменяют задания окей знаете без войны даже как-то скучно может реально данью захватить а вот и войска кто там ждал войска войска на месте этот тайл и этот тайл окей дорогу делаем у нас как раз заканчивается мирный договор инвесторы инсенсы они хотят чтобы мы с ними стали союзниками они дали нам пряности тогда они дадут нам пряности как вам а офигеть хитрые ребята как бы говорят чтобы стать с нами союзниками знаете с нами союзниками рекурсия нет просто наглость двенадцать десять семь вот это вот города не то что у нас хочу этот город хочу тот тоже город но нам нужно с другой стороны науку развивать быстрее нам нужно сократить научный разрыв иначе мы сейчас начнем воевать в древние времена и все закончится очень плохо лодка какая-то в городе да это корабль он торгует здесь торговый путь все дела готово у нас готово отлично готова библиотека спринациональный колледж делаем сразу же приключаемся девять ходов почему-то а так восемь ходов а так роза три хода лучше рост рост наш друг да давайте посольство это всегда хорошо мои разногласия с аске стали слишком высокими сильными огромными чтобы это вносить такой ситуации это можно решить только на поле боя говорит он что присоединишься к друг какой я тебе друг с другой стороны я вижу что он на аске хочет напасть и даже если мы будем сражаться между с одним и тем же врагом не конечно это хорошо что он будет сражаться с аске и в общем это такое чувство что я не хочу этой войны сейчас прям я не готов игра всегда за египет и все чудеса строю первым у компов бомбить будет люто ты построил мое чудо верит аспект да бывает с ними такое в общем пусть он завоевывает аске мне это только на руку я потому что хотя с другой стороны потом нужно будет воевать с очень сильной японией печаль беда сейчас зайду на секунду а вы пишите хотите ли войну с аске и одновременно чтобы мы с японией напали по дружески по самурайски так сказать зажали в клеще разделили его столицу я вернулся ну в общем ситуация такая объявить войну конечно я всегда успею поэтому пусть он там воюет с ним я ничего против не имею но без меня пока что когда надо объявим войну сами там придем устроим миротворческую акцию у него правда видите мечники для налоги ну приблизительно такой же состав армии как у меня но только его и больше просто в разы еще у него есть катапульта так играем по стратегии да да у тебя галочка стоит агрессивные варвары нет не стоит а зачем мне эта галочка конечно с одной стороны варвары это всегда хорошо но все правильно обрабатывается вроде да надо построить здесь будет шахту а здесь нам нужно будет построить фирму что у нас там с дорогами остался один тайл кто у нас обрабатывать пойдет а кто будет так давайте здесь кстати ламбер милл построен нам производство тоже нужно будет ферма это конечно круто безусловно но производство тоже нужно ферму здесь можно построить вот что я думаю это рабочий пойдет а не его фирма надо ставить тут вот то есть вот этот вот перебирается сюда и строит дорогу а этот здесь будет заниматься тем что строить фирму все наметано продолжаем достроить дорожку тут 8 ходов до колледжа здесь рост 10 ходов до колизей нужно ли нам колизей возможно нет ну как стейбла можно сделать который позволит нам на на этих на овечках получить плюс один к продакшену и плюс один к золоту и манта юниты можно производить гораздо более быстро с одной стороны с другой стороны нафиг не надо какие у нас еще есть караваны возможные братислава можно отправить из варшавы а кто-то хочет вообще путь с нами торговый к вебек да и братислава как раз хочет заметьте сколько ходов 5 ходов остается можем им купить торговый ээээ сможем купить через 2 хода нам по идее нужно сюда вот для квеста бы отправить у лидера культуры больше фигово все плохо что за рыболовный город братислава вот они хотят наш торговый путь я бы туда его отправил нам нужно его купить покупать его за такие деньги даже не знаю за сколько он окупится это 480 на покупку лодки а дает оно 8 с половиной и давайте запустим калькулятор так где у нас калькулятор там эй в общем калькулятора я не вижу потому что он на том окне где полноэкранная цивилизация вылез зараза маленькая такая отправь наземный караван наземный караван наземный караван в братиславу будет давать из лодзо нет не из лодзо из варшавы давать 5 и 3 золота что-то вообще ни о чем там 3 с лишним золота потеряем а если караван я здесь куплю например и переправлю его в другой город нет вообще в принципе 390 он стоит вместо 480 строится сколько ходов караван 4 хода как раз строится можно успеть по идее и просто построить караван нормально так сколько дорога братислава будет стоить нет дорога здесь не нужна братиславу даже не думайте об этом вообще по идее с братиславой быть в хороших отношениях я не против потому что культура это хорошо это культурный город они дают культуру которая нам поможет быстрее принимать социальные политики а социальные политики это основа по идее игры за Польшу потому что Польша имеет бонус на получение социальных политик каждый раз когда мы переходим в новую эру там халявную политику дают откроем либерти до рационализма но насколько далеко потому что здесь требуется ренессанс а мы сейчас даже ну в средневековой эре тут много достаточно ходов вот сюда сколько 4 8 15 ходов так это у нас 27 да 27 плюс 23 50 50 ходов у нас ну это максимум на самом деле так-то поменьше до того как открыть например акустику Синская капелла культура во всех городах офигенно так посмотрите какая суперская вещь с другой стороны можно зайти сюда через что дру еще globe theater нет нафиг не нужен forbidden palace required patronage нет от нас не касается банки ну да самый простой способ для нас зайти наверное в эту эру через акустику но в акустику я не хочу сразу идти хотя новую эру открывать нужно безусловно нужно в общем металл кастингов изучить вот это было бы классно ладно думаем пока что про это дело имеем в уме что с братиславой иметь френд отношения было бы неплохо можем задержать кольж на 4 хода как то так да оптимизировать как то можно рост через 3 хода какие то еще варианты улучшения рост через 3 хода все равно за 4 хода строят зараза 75 молоков и значит если бы на 3 поделить то 25 нам нужно так то да да можем за 4 хода построить у нас 5 ходов давайте сделаем выполним квест конечно караван мне нафиг не нужен самые лучшие можно из Варшавы в Копенгаген отправить если что потом да будет лучше 4 получим науки Харальд открыл 7 технологий которые мы не знаем этот открыл технологии одну технологию аааа пять технологий открыл это жуть какая то в Японию конечно мы отправить наверное не можем мы очень по технологии отстаем жутко просто у тебя золотой век 2 хода а золотой век влияет на продукцию уже да ну это процентов продукции то есть мы можем караван не успеть построить например тогда да надо переключаться на такие вещи за 4 хода рост за 4 хода рост зато 24 продукции да так вот наверное надо ну в общем такой у нас национальный колледж получился не очень ну вырос краков это хорошо куда он вырос вырос вот сюда лочим вот эту клетку давно пора было это сделать как только я ее открыл ну дорос до нее ну что он там готовится воевать или нет я чуть не понимаю тут слакера из васаки их киота еще лот вырос отлично что мы можем здесь сделать на эту клетку поставить рост через 8 ходов а так рост через 11 ходов да рост нам нужен какая сложность иммортал бессмертный то есть денежки которые нам давали за железом кончились а железо нам не нужно все равно поэтому мы его продаем опять не хочет он же железо а если я тебе железо дам неплохо за 7 не хочет а за 6 отлично продали железо у него железа правда вообще нету зря я его наверное продал ой зря дайс чё ж ты творишь то да не нормально все не беспокойтесь все будет хорошо самое главное тебе уверять в этом кто-то нашел такой интерфейс в смысле нашел да есть интерфейс такой называется лучший напольский интерфейс что япония там мнется нападай нападай с кем мы тут с инзибаром в хороших отношениях опять с хороших отношениях ммм я-то думаю откуда у нас такое хорошее счастье большое оказывается мы в отличных отношениях с инзибаром на целый сервис у нас сколько один сходов тогда мы апгрейдим этого копейщика в пайкмана здесь у нас караван строится все еще здесь стены нужны ли нам стены нужны на самом деле потому что чувствую нападут на нас ой нападут бананы гранере созданы для украин друга однозначно здесь колизи через 7 ходов хорошо в этом интерфейсе ничего не понимаю говорит альтеи дайс мастер на каком месте по очкам дайс мастер на месте предпоследнем ну по крайней мере я не знаю других цивилизаций возможно кто-то хуже но маловероятно хуже всех только санхай а я вот на таком месте предпоследним походу китов хочет и золотой век закончился ну два хода все равно до каравана давайте посмотрим можем ли мы это сократить да все равно два хода до каравана все равно два хода до каравана супер а один ход до роста да прям как надо маленький микроменеджмент туда отел перенес сюда отел перенес и видите в результате все как все как вы любите ой зачем я сюда пошел какая-то привычка знаете когда эксплоринг делаешь когда исследуешь что-нибудь местность там разведываешь то ходишь туда-сюда вот таким образом ооо наконец-то о да войну начал супер готовимся к тому чтобы присоединиться в эту войну нам нужен машинри походу очень хорошо бы было бы но рано нужно эдюкейшн сначала открыть пока эдюкейшн не открою никаких военных технологий больше какой размер карты средняя карта самочинная и стандартная будем следить за тем как продвигается эта война очень хотелось бы знать все это варшава еще выросла никуда она выросла сюда семь ходов окей только варшава выросла барбадур все таки построим ну хаган софи тем временем наступно странно вообще очень странно вы знаете мне так кажется что я могу наверное построить нет я ее не могу дать даже не думая об этом шанхай где колорирует что он теперь а сон хай конечно не шанхай что он защищает зензибар где зензибар как бы я тоже с зензибаром в хороших отношениях чего уж там который готов караван отправим его в братиславу осталось у нас один ход бартиславом что у нас там с дорогой закончили мы ее да закончили мы ее и Получили немножко золотом Супер Тоже заканчиваем А, нет, золото мы получим только на следующий ход Когда будет закончено соединение вот этих вот государств Ну, не государств, а городов, конечно же Говорочка